всех приветствую на канале отвертка канал домашнего мастера сегодня очень правильная интересная вещь пауэрбанки зарядки ноутбуки другие гаджеты и такое название как power delaware или pd зарядка современные зарядные устройства для телефонов пауэрбанки то же самое зачастую содержит не совсем понятную для некоторых наших пользователей термин power delaware сокращенный вариант этого словосочетания pd 2.0 и pd 3.0 такое можно встретить как в описании так и в названии зарядного устройства и пауэрбанков то же самое вот у нас есть сяомка две двадцать тысяч миллиампер часов и вот как раз здесь power delaware как раз вот usb type-c разъем ну и quick charge это быстрая зарядка на других разъемах при подборе пауэрбанка обязательно рассматривайте что выдают ваши разъемы и что вам надо и так power delaware это технология обеспечивающая быструю зарядку аккумулятора современных смартфонов и ноутбуков то же самое вот именно сегодня тематика будет про наши ноутбука частности эта технология разработана для быстрой зарядки современных гаджетов и телефонов по любому и планшетов и других мобильных устройств на ios apple это от apple android от google и так далее цифры 2.0 и 3.0 обозначают поколение технологии на высшая цифра здесь 3.0 соответствует более современной а значит и более быстрой и мощной технологии зачем это нам надо ну вы знаете у нас аккумуляторы не 1200 как было и времена от 4000 и выше 20000 миллиампер часов и вот вот эта технология power delaware для быстрой зарядки и предназначена особенно когда у нас электричество маловато надо быстро зарядиться вот она нам и будет помогать вы знаете наш канал до некоторого времени не любил быстрые зарядки но сейчас наши гаджеты уже имеют способность заряжаться от быстрой зарядки samsung по-любому powerbank сяомка тоже понимает pd 3.0 и так далее так что вот как то так мы потихонечку засклоняемся к некоторому применению быстрых зарядок в чем выгода именно pd 3.0 и 2.0 во времени ребятки во времени еще раз во времени по-любому быстрее будет гаджет заряжаться время время еще раз время время это деньги преимущество зарядное устройство с технологией pd способны выдавать хорошие мощности до 100 ватт и выше ну и что еще можно заряжает широкий круг потребители телефоны планшеты ноутбуки и так далее на что обратить внимание это выбрать правильный провод pd или quick church например это правильный толстый зарядный провод какой-то китайский непонятный проводочка с соседнего хлебного магазина не подойдет токи не будут проходить и ваш гаджет непонятно будет как работать он будет пытаться отдать мощу провод будет греться это будет совершенно ерунда и так вступительная часть у нас есть мы ее так сказать сделали но сегодня мы рассматриваем вопрос именно наш powerbank сяомы 20000 миллиампер часов и как раз здесь гнездышко есть которая может давать нам напряжение до 20 вольт сейчас мы посмотрим что он у нас может переключимся на другую камеру и поговорим об вот этой вот теме как же нам зарядить наш старый ноутбук не такой старый но по крайней мере он педишку не поддерживает у него разъемов будем говорить так нет для питания здесь джек под джек все это дело рассчитано а просто подключить например кабель располосовать кабель подключить на джек и сюда ничего не получится никакой напрюги выходить не будет но мы решили этот вопрос с помощью очень интересного гаджета это но уже у меня конечно в корпус посажены мы его тоже сегодня будем рассматривать с помощью интересного гаджета это у нас педи триггер который понимает у нас квикчерч эту быструю зарядку вот эти вот большие разъемы юсбшные и юсб тайп си маленькие разъемы по пауэр дэлэвер так что давайте будем смотреть сперва на наш пауэрбанк что он у нас может выдавать поехали итак у нас имеется сяомка нашей и вот здесь вот на передней панели мы видим что у нас есть выход 5 вольт 3 ампера 9 вольт 3 ампера 12 вольт 3 ампера 15 вольт 3 ампера и 20 вольт 2 ампера нам как раз 2 ампера вполне нормально подойдет для питания нашего ноутбука конечно наш канал с точки зрения железятников и так далее тут же располосовали мы юсбшный шнур красный и черный провод это красный плюс черный минус мы его так сказать все это дело посадили на миниджек вот такой на миниджек и включили его в наш ноутбук толку никакого не было напряжение на нем не было по-любому наш пауэрбанк светился индикатором не более не менее значит здесь надо применять правильную штуку я сразу понял этот вопрос в интернете педи триггер что он у нас имеет можно ли его заменить на что-то такое простенькое но увы у нас ничего хорошего не было было какое-то предложение на транзисторах что-то там сделать но не было ни объяснения как все это дело работает никакие транзисторы у нас применяются и номиналы резиков то же самое посмотрел на другие варианты везде только китайские варианты использования данного пауэрбанка вместе с триггером обратите внимание сзади у нас тоже большая табличка есть что выдает данный пауэрбанк это у нас сяоми 20000 миллиампер часов здесь конечно вы сейчас ничего не увидите но вот факт такой и так что было предпринято мы соответственно подняли вопрос в интернете где же можно приобрести вот такую штуку не обращайте внимание корпус буквально давеча я уже сделал мы видели вот такие вот штуковинки есть это триггеры с более развитыми коммутациями это даже удобно это даже хорошо попроще есть у нас например маленькие платы такие разъем usb type-c мама соответственно он сюда включается без проблем в пауэрбанк и с другой стороны выход на паяльник просто распаивать надо или какое-то другое гнездо тут большинство случаев это power delivery это у нас usb type-c искал я искал в интернете везде магазины как бы есть в наличии нет и так далее буквально пару дней назад я обнаружил у нас в интернет магазине данную платку я ее заказал стоимость примерно 15 долларов но как-то тогда это дорого немножечко но приходится как-то чем-то жертвовать итак нам пришла посылочка это триггер называется pd and quick church триггер но ним но ним китай но он блин все-таки работает итак если мы захотим обратить внимание на этот аппарат давайте более-менее его изучим поближе итак мы придвинули нашу плату поближе самодельный корпус потому что здесь все было открыто никуда не денешься название quick church and pd trigger задняя часть платы в принципе хорошо сделано никаких потеков нет окраска правильная пайка нормальная хорошая но все-таки если мы будем применять данную плату у себя в на рабочем месте соответственно мы где-то можем задеть капнуть водичкой и так далее и так принцип какой данного аппарата напряжение задувается вот на этот разъем или на этот разъем usb type-c здесь у нас здесь у нас мама да и и usb type 2 2.0 usb шка вот сюда тоже вход у нас есть соответственно вот этот вот разъем quick church это быстрая зарядка сюда мы подаем кнопками настраиваем здесь мы получаем напряжение 5 вольт 9 вольт 12 вольт 15 вольт 20 10 уже не будет quick church у нас не поддерживает такие напруги соответственно power delivery это вот разъем usb type-c соответственно мы сюда задуваем напряжение с помощью пауэрбанка например вот пауэрбанка даже сейчас покажу вот подключили мы к пауэрбанку соответственно пиди высветилось и вот сейчас вот уже светит 20 вольт в буква немножко другая но 20 вольт нас задувается сюда кнопками можно настроить или power delivery вот это вот левая кнопка короткое нажание нажатие соответственно будет задействованы при подключении сюда вот пауэрбанка к этому разъем и будет задействована подача сюда напруги вот это вот кнопочка прибавляем вот это вот меньше делаем напряжения вот смотрите я кнопку нажимаю и сейчас у нас 15 вольт видите это power delivery 15 вольт меньше еще раз нажимаем на кнопочку 12 вольт соответственно 9 вольт соответственно 5 вольт чуть-чуть может напруги подыгрывать 5 2 5 1 это чтобы зарядка у нас работала соответственно выше подымаем 9 12 вольт 14 15 она постепенно так и 20 вольт так как я использую ноутбук там не 20 с тремя кнопками разобрались соответственно здесь у нас появляется вот на этом разъеме это у нас папа здесь у нас появляется напряжение 20 вольт что нам нужно для нашего для нашего ноутбука устройство следующее здесь у нас довольно таки мощный регулирующий транзистор имеется и этот регулирующий транзистор как раз управляется вот одной микросхемой это у нас для быстрой зарядки quick church и другую мы поменьше микросхемой это для power delaware вот эта вот микросхемка принимает участие ну вот как то так сзади у нас в принципе ничего нет только одни разводки и качественно выполненные пайки ну пока что выключим можно выключать без всяких настроек потому что здесь настройки сохраняются power bank у нас можно отключать вот таким образом следующее что можно сказать корпус это был у меня спонтанно он сделанный с применением моментального клея соответственно вот здесь вот пластмассовые такие упоры есть соответственно шайба тут пластмассовая соответственно чуть-чуть по разъемам тоже немножечко клей у нас появился учитывая что коробка немножко была неформатная соответственно выпила такие ли распилы есть интересные вот ничего страшного это моя разработка что хочу то и дело соответственно нюансы usb type-c разъем вот он у нас имеется почему я сделал здесь вот эту линию а эта линия покажет что включать именно так вот именно таким образом на выход включаем тогда он будет у нас работать даже покажу вот смотрите показываю включаемый power bank засвечивается пауэлл дэлэвера 19 20 вольт в принципе видите все работает все у нас работает 20 вольт показывает если мы применим подключим здесь usb type-c здесь как бы подключать можно и так и так включаем так другим способом и мы видим начинает мигать и показывает что что-то не то перегрузка и так далее выключаем вот это положение 20 вольт включаем обратно вот этого частью включаем видим все у нас нормально 20 вольт и вот пометочку сделал что именно включать таким образом значит вот этот вот разъем не рассчитан под симметричное включение до лампочки ему не будет usb type-c можно и так включать и так никто не знает каким образом а вот у этой платы разъем видимо более дешевый применяете соответственно только одно включение мы можем здесь сделать именно пауэр дэлэвера пауэрбанк можно включать любым макаром вот мы переворачиваем включаем все загорается пауэр дэлэвера и так далее включаем вот этот разъем все у нас в принципе должно работать и на наших сейчас я поменьше сделаю кадр секундочку соответственно вот у нас шнур такой сделаны отрезал usb type старый разъем там у нас идет четыре провода до 4 провода красный черный это плюс красный это плюс черный это минус и два датовских провода соответственно датовский провод отрезаем один и второй красный до плюса это у нас разъем середина и черный до минуса соответственно почему у меня два разъема у меня два ноутбука один ноутбук жены с другим с одним разъемом и мой старый ноутбук с большим разъемом соответственно что мы делаем здесь я уже корпус сделал объяснил что где как включается вот это и вот эти разъемы в принципе мы пока что не применяем вот этой первой кнопкой можно включить quick church выбрать напряжение какое вот и задувать сюда с пауэр банка отсюда уже забирать элементарно то же самое будет показывать только 20 вольт не будет quick church 2.0 3.0 соответственно поддержка должна быть на пауэр банке простой пауэр банк какой-то самодельный или что-то такое сюда не подходит пауэр банк должен держать все эти протоколы quick church 2.0 3.0 и power delivery 2.0 и обязательно 3.0 тогда у нас напруга будет выдаваться и вот смотрите мы вот включаем наш ноутбук простенько красивенько и смотрим что у нас а у нас засветились светодиоды красненьким значит идет у нас зарядка ноутбук работает вот как то так ну в принципе я вам показал оставляем пока что пусть заряжается вот видите эта схема работает почему она лучше всего у нас есть старое видео ну не так старая буквально выпущенная неделю назад как я наш по ноутбук заряжал именно от бесперебойника 220 зарядная одна зарядка будем говорить так уб стоит то же самое жужжит там кпд никакое но в принципе где-то процентов 0 7 0 7 0 6 и у наш ноутбук зарядился где-то на 60 процентов хорошо да хорошо в данном варианте у нас преобразователь всего лишь один в правильном пауэрбанке триггер просто задает какую на какое напряжение нужно он а обманывает будем греть так наш пауэрбанк говорит пауэрбанку давай мне вот 19 20 вольт все этот аппарат дает сюда вот на разъем дает и так далее и наши ноутбуки гаджеты могут заряжаться напряжением 19 20 вольт здесь немножко опрос идет 19 потом 20 может до 19 20 плюс-минус пляшет это все нормально вот и у нас кпд-шка здесь гораздо лучше учитывая то что наш пауэрбанк это 20 тысяч миллиампер часов это гораздо лучше чем кислотные аккумуляторы с большими габаритами весом и так далее так что вот связочка работает но обязательно надо применять именно вот такой педи триггер называется и так дорогие наши зрители сегодня мы как раз и разобрались что такое правильный пауэрбанк с возможностью зарядки всех гаджетов в том числе и нашего старого ноутбука если у вас новый ноутбук который заряжается через разъем usb type-c соответственно вот этого триггера не надо покупать этот триггер в принципе стоит 15 баксов то здесь можно применять всего лишь правильный пауэрбанк с возможностью выдачи педи 2.0 и 3.0 и простым usb type-c кабелем подключаться сюда маленькие и сюда тоже маленькие есть такие кабеля это нет никаких проблем да это мы решили с новыми аппаратами со старыми в моем варианте ну вот пришлось докупать вот такой триггерочек 15 баксов в принципе где-то стоит по-нашему 600 гривен плюс минус там посмотреть корпус я сделал сам не ругайте так сильно но зато блин он уже превратился в удобоваримую вещь кнопочки у нас выводится можно руками ляпать и так далее на столе может валяться и так далее разъемы вот эти вот не с чине ищите где-то в магазинах и так далее в соседних хлебном магазине все это дело самодельно берется правильный хорошие с толстыми проводами usb type-c разъем отрезается usb большой usb type-c вот и включается красный провод это плюс черный провод минус 2 зелененькие там какой-то другой просто обрезается никуда они не присоединяются разъемы в параллелочку тут на всякий пожарный все это в термоусадку и все прекрасно работает сколько будет заряжаться наш ноутбук от свежезаряженного аппарата но это будет отдельное небольшое видео вам расскажу сколько 20 тысяч миллиампер часов правильный powerbank с возможностью протокола пиди может зарядить наши старые ноутбуки вот так вот хорошее техническое видео с нормально работающие платы пиди триггер называется в магазинах что-то их нету нигде в интернете тоже нету но нашел один магазинчик слава богу как-то так еще раз говорю есть попроще один разъемчик там дальше пайка или два разъемчика цены разные бывают еще переходники такие сразу с вот такими разъемами с джеками для наших ноутбуков но они очень дорого стоит маленький разъем 500 гривен где-то с такими боковыми с боковым подключением только 20 вольт а здесь буквально на 100 гривен побольше здесь мы у нас имеем возможность переключать напряжение различные 12 там вольт 15 так далее квик черчами можем управлять это гораздо лучше лучшее применение нашим небольшим деньгам вот на сегодня все мы выяснили что и как можно организовать с правильными пауэрбанками и пиди триггерами удачи вам в энергообеспечении это канал отвертка канал домашнего мастера надеюсь данная информация была вам полезна подписывайтесь на наш канал ставьте нам лайки смотрите наши еженедельные стримы с нами будет интересно